Секретарь российского совбеза Николай Патрушев, который прославился навыками телепатии, когда пытался читать мысли Мадлен Олбрайт, вернулся к своей излюбленной теме – цветным революциям, план которых, по его глубокому убеждению, пишется в Вашингтоне. 10 июня, за три недели до обнуления Конституции, в беседе с газетой «Аргументы и факты», он в очередной раз напомнил нам о мировосприятии тех, кто управляет Россией. По его словам, народные восстания стихийными не бывают, если уж они происходят, то только благодаря чуткому руководству из-за рубежа. Патрушев – это бывший контрразведчик КГБ, который затем еще и ФСБ возглавлял до 2008 года, а с тех пор занимает нынешний свой пост. Он потомственный большевик, его отец был членом ВКПБ, который во время работы на военном судне являлся заместителем командира по политической части и выполнял работу порторга экипажа. Если бы не статус и не биография Патрушева, то это интервью, больше похожее на созданный роботом текст, не заслужило бы нашего внимания даже в качестве анекдота. Газетная публикация, которую нам сейчас предстоит анализировать, это пропавшая сталинским афталином старая советская гидка, написанная на закате СССР. Разумеется, это была не беседа двух лиц ТТТ, а переписка по электронной почте. Более того, сомневаюсь, что Патрушев вообще в нем написал хотя бы одно слово. Тем не менее, он согласовал его, а значит присоединился к авторству и выразил солидарность. Проблема в том, что от решения этого интеллектуально больного человека зависит не только судьба России, но и отчасти судьба всей планеты. Патрушев один из тех, кто формирует картину мира Путина, человека с ядерной кнопкой. Ровно поэтому мы сегодня вынуждены будем погрузиться в Марианскую впадину этого безумия. Как говорил великий китайский стратег Суньцзы, знай своего врага. Наш патологоанатомический сеанс начинается с извлечения давно протухшего продукта. Псевдоконцепции костлявой руки дяди Сэма, который якобы умело играет протестами. Патрушев стартует ровно с этого. С объявлением о том, что протестные акции происходят якобы не по велению души его участников, а по сценариям, которые, мол, созданы западными спецслужбами. В России эпидемия малоизученной болезни, новое дно экономической катастрофы, деградация всех политических структур и окончательное социальное расползание от человека, являющегося правой рукой Путина, волнует только одно. Злые козни Джорджа Сороса, зарубежных НПО и завесящих от них отечественных структур, которые только и думают, как на деньги Запада развалить страну. Оказывается, это они, иностранные агенты, опоздали с введением карантина и вывели страну в антилидеры по числу зараженных, оставили население без денег, а врачи еще и без элементарных средств защиты. Получается, что многочисленные записи, в которых российские медики рассказывают про отсутствие обещанных доплат, сделаны, разумеется, на американские гранты. А тексты выступления для медсестер, не желающих больше работать в условиях высочайшего риска для жизни, конечно же, написаны в СРУ. Патрушев сокрушается. В своих стратегических документах Запад обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государство, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы, говорит он. Это тот редкий случай, когда мы не можем согласиться с Патрушевым. Надо только напомнить хронологию. Сначала российские войска при поддержке подавляющего большинства российских граждан и в результате кровопролитной резни захватили грузинские, украинские, сирийские территории, а уже потом Российская Федерация действительно была внесена в оборону стратегию США как главный противник. Следующий шаг главы Совбеза предсказуем. Он выражает недовольство санкциями, так, как будто они возникли сами по себе, а не потому, что Кремль практикует оккупацию, физическое истребление собственных и иностранных граждан, похищение крымских татар, судебный произвол и коррупцию, кибератаки, провокационные пролеты и бряться незапрещенными ракетами перед носом у Евросоюза. Последующие заявления — это просто кладезь для психоаналитиков-фрейдистов. Они с удовольствием увидят, как Патрушев занимается психологической проекцией, обвиняет своих оппонентов в преступлениях, которые совершает само российское руководство. Цитирую Патрушева. Запад вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровнях. Никаких доказательств он, конечно же, здесь не приводит, просто потому, что их в принципе быть не может. Зато есть доказательства того, что сама Россия регулярно вмешивается в американские, французские, немецкие и прочие иностранные выборы. В отличие от российских властей, американские провели официальное расследование. В результате комиссия Роберта Мюллера предъявила обвинение 12 российским сотрудникам ГРУ в интервенции в электоральный процесс США. На самом деле, все интервью Патрушева – это одно сплошное проецирование собственных грехов. Он буквально раскрывает тактику Кремля по подрыву зарубежных политических систем. Его откровенность на самом деле поражает. Вот что он говорит. «Обвинение в адрес действующих властей под надуманным предлогом – это давно отработанные инструменты так называемых цветных революций», – сказал Патрушев. «Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить любые претензии в разгоне мирной демонстрации, в гибели участника протестов или в якобы имевших место махинациях на выборах. Сначала принимаются меры информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления. Если же они не стимулируют руководство той или иной страны к корректировке государственной линии в нужном ключе, в действие вступают в сценарии организации смены власти путем инициирования якобы стихийных народных выступлений. Ничего не напоминает? Ведь это поразительное саморазоблачение. Именно так Россия действовала в Украине. Сначала развертывалась пропаганда русского мира, затем создавались поводы в виде распятых мальчиков, потом восставали силы местной самообороны во главе с Гиркинами, которые переходили российско-украинскую границу. Ну а на финальном этапе акции протестов с участием женщин и детей, за чьими спинами, по известному выражению Путина, прятались российские контрактники. Схожим образом российские спецслужбы пытались действовать и в Черногории, где намеревались провести государственный переворот с тем, чтобы не допустить вступления этой страны в НАТО. Правоохранительные органы этой страны по пунктам изложили план Кремля. В операции должны были участвовать 500 человек. Первая группа боевиков должна была проникнуть в парламент, другая смешаться с толпой протестующих против результатов выборов сторонников оппозиции, ну а третья блокировать полицию. В назначенный час вторая группа должна была начать беспорядки в толпе, первая открыть по людям огонь, а третья застрелить премьер-министра. Все это, разумеется, должно было быть подано как стихийная воля народа. В итоге среди обвиняемых, в том числе двое россиян, агентов Путина, они объявлены в международный розыск. Эти две истории закончились по-разному. России удалось закрепиться в Крыму и двух районах Донбасса. Ну а в Черногории, которая в итоге стала таки членом Североатлантического Союза, Москва потерпела унизительное и разгромное поражение. Тем не менее, суть этих процессов одна. И ее прекрасно выразил Патруш в своем интервью, когда рассказывал про организацию смены власти через инициирование якобы стихийных народных выступлений. Он обвинял Запад, а на самом деле эти схемы разработаны и практикуются именно кремлевскими руководителями. И единственное, что не до конца ясно, это является ли, сказанное Патрушевым, бессознательным самообличением. Или же он вместе со всей остальной путинской командой убежден в том, что окружающий мир действительно устроен по людоедскому подобию российских спецслужб. Проще говоря, еще предстоит выяснить, болен ли Патрушев скорее в клинической или все же в интеллектуальной форме. То, что Патрушев действительно не влада с реальностью, а может быть и собственной психикой, свидетельствует другой его первый. Он полагает, что Запад, цитата, «политизирует спорт высоких достижений в отношении России». Тут мы должны разразиться гомерической истерикой, потому что именно политизацией спорта как раз и занимается Кремль. Именно в этом причина путинской одержимости сочинской олимпиадой, на которую ушла сумма, равная бюджету Каттера. А российские допинговые манипуляции с мочой вошли в аналог истории. Туда же канули и российские золотые медали. После того, как они были отобраны у России, она переместилась на второе место в медальном зачете. За грубейшие в истории спорта нарушения стране запретили участвовать в двух олимпиадах и многих крупных соревнованиях. Тот факт, что все это стало прямым следствием российских спецопераций, кремлевских сатрапов не смущает. В декабре Путин назвал эти решения политическими. Он выбрал оригинальный способ доказать это. Российские военные хакеры провели кибератаки на компьютеры ВАДА и Международного Олимпийского комитета. В отместку, так сказать. По версии Патрушева, западные власти не спят днем и ночью и только и думают, как бы навредить и дискредитировать руководство России. Сбитые российскими военными Боинг, химатака в Сосбери, превращенные в пыль сирийские города, атаки на Бундестаг и миллионы беженцев в Европе. Не эти действия подрывают репутацию Кремля, а, цитата по Патрушеву, подконтрольные СМИ и интернет. Они целыми днями только и делают, что размывают российские духовно-нравственные ценности. Это тоже цитата из высказываний главы Совбеза. В чем именно заключаются эти ценности, Патрушев не объяснил. Может быть в том, что мужья бьют жен, полицейские пытают арестантов, судьи печатают составленные в ФСБ дела, а селяне повально спиваются. Не это ли считается великодуховными скрепами на Руси? И именно их-то, видимо, Патрушев и защищает, когда рассказывают о том, какие козни плетут западные страны, чтобы не допустить голосования за изменения в Конституции, которые позволят сделать правление Путина вечным. Глава Совбеза почему-то решил, что у зарубежных руководителей главные задачи, это, цитата, внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, а также получить возможность манипулировать общественным сознанием. Заря бывший сотрудник АГБ переживает. Ведь все эти задачи уже давно-давно выполнила путинская группировка. Российское общество и так уже давно расколото. На сверхбогатых и сверхбедных полицаев и политзаключенных, господ и рабов, собак и свиней из скотного двора Уруэлла. Ну а с манипуляцией массовым сознанием уверенно справляются Киселев, Соловьев и Скобеева. Понятно, почему Патрушев так панически боится западных ценностей и моделей развития. Ведь если однажды, впервые за тысячелетнюю историю Руси, они все-таки утвердятся в этой стране вечного Ивана Грозного, то правлению потомкам большевиков придет немедленный конец. Индивидуализм, гражданское самосознание, честные выборы, независимый суд, разделение властей, свобода слова и многое другое. Все это достояние западной культуры, закаленные истории от Сократа до Карла Поппера, сметет засидевшихся кремлевских нейронов напрочь. Так называемый журналист задает Патрушеву вопрос о том, своевременно ли, мол, в Конституцию вносятся поправки, которые касаются суверенитета. Ну а глава Совбеза и отвечает. Разумеется, говорит он, ведь Россия буквально обложена вражескими западными структурами, которые разрабатывают схемы давления на российское руководство. Тот факт, что для самого Кремля суверенитет оккупируемых им Украины, Грузии, Сирии, Молдовы, это пустой звук, Патрушев почему-то не говорит. Конечно, вор боится, что украденное украдут. Патрушев перечисляет большое количество зарубежных организаций, которые с утра до вечера только и думают, как бы заняться деструктивной деятельностью на территории России. Среди них, конечно же, упомянутый фонд Сороса с его открытым обществом. Вот только Патрушев забыл упомянуть, что эта соросовская структура ушла из России пять лет назад, после того, как была объявлена нежелательной закрытым обществу Путина ненужной открытой. У Патрушева, однако, свои возражения на этот счет. По его словам, все страны, где произошли цитные революции, то есть демократические, в переводе на человеческий язык, якобы погрузились в хаос. По мнению главы Совбезов, каждая из них дестабилизированная политическая система, рост коррупции, организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения, а в некоторых местах еще и гражданские войны. На самом деле, именно в России, где целое поколение не знало никакого иного президента, кроме как Путина, царят коррупции, развалина политическая система и наступает тотальное обнищание. Заглянуть в зеркало Патрушев, конечно, не в состоянии, поэтому он продолжает свою кукушечу песни. Цитирую, никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, утверждает он и в качестве примеров приводят Грузию и Украину. Давайте разберемся. Ведь на самом деле украинцы и грузины, выбравшие европейский вектор, обогнали Россию на несколько поколений строительства демократических институтов. Достаточно посмотреть на то, насколько точен и прозрачен там подсчет голосов на выборах. В рейтинге индекса демократии за 2020 год Украина находится на 78-й позиции, а Грузия на 89-й. Россия отстает от них на десятки ступеней. Она расположилась между Конго и Вьетнамом на 134-м месте из 167 возможных. В Грузии после революции РОС, оргпреступность и коррупция снизились с рекордно высоких до рекордно низких уровней, а украинцы получили европейский безвиз, о котором россияне могут только мечтать. В обеих странах действительно идут войны, вот только не гражданские, а межгосударственные, войны с Россией. Обе армии, и грузинская, и украинская, успешно противостоят российской, несмотря на колоссальную разницу в военных бюджетах. Грузинская и украинская экономики демонстрировали рост в последние годы. Исключением стал только период пандемии, которая ударила, в общем-то, по всей экономике в целом. Патушев не сомневается, Запад целенаправленно выбивает эти и другие страны из сферы российского влияния, читай, мафиозного влияния, чтобы однажды устроить революцию самой России. Цитата. В этих странах ставка делалась на людей, ступивших в сознательный возраст после распада СССР и потому не имевших личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе. Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления 27-30 лет уже практически завершена. Замена руководства среднего звена 30-40 лет произойдет до 26-го года. Ну, а старшего звена 40-50 лет до 36-го года. Проще говоря, глава Совбеза Кремля сильно переживает, что через 15 лет в бывших колониях Москвы в государственных структурах займут места люди, которые никогда не нюхали кремлевских портянок и советской колбасы. Это будут граждане с абсолютно прозападной ментальностью и зачастую полным незнанием русского языка, на место которого придут языки национальные и европейские. Насадить русский мир в таких культурах будет невозможно, но а шантажировать войной бесполезно. У России не будет ресурсов для ведения войны, а вот у противостоящих им прозападных правительств вполне, ведь они все больше будут интегрироваться в военные, экономические, политические и культурные системы Евроатлантики. «Своевременное принятие властями контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада», продолжает Патрушев. Свидетельство этому — неудавшаяся попытка цветной революции в Узбекистане в 2005 году. Вспомнил Патрушев, говоря о стране, чей рейтинг в индексе демократии 157-я позиция. Узбекское государство причислено глубоко авторитарным, и глава Совбеза здесь, по сути дела, признается, это и есть идеал кремлевских сатрапов. Будь их воля, они бы уже окончательно сбросили маски приличия и распространили бы всю эту узбекскую модель на собственную страну. На самом деле, кремлевские руководители давно и уверенно уже следуют этому пути. Из года в год, откусывая последние ростки республиканского духа, сужая пространство демократии, уничтожая недобитые независимые общественные организации и выдавливая из страны последние остатки интеллекта, над всем этим возвышается всесильное ФСБ, ядерное оружие и военная машина, оккупирующая собственный народ и иностранные земли. Ужас в том, что Патруша в своем интервью даже не допустил мысли о том, что оппоненты Кремля могут искренне, без всякой западной инспирации, хотеть изменений. Для главы Совбеза все без исключения не согласны, это подлежащие ликвидации враги народа, а не равноправные граждане, которые вправе требовать как минимум политической дискуссии. Это означает, что кремлевское руководство даже мысли не допускает о том, что политическое сообщество в России может быть и не столь монолитным, как это представляется в рамках тоталитарной модели Кремля. Предстоящий спектакль, который пройдет в первую неделю следующего месяца, это торжество вот этой концепции. Псевдореферендум, который состоится посреди бушующей эпидемии, станет зловещим символом всей путинской эпохи. Эпохи, в которой главная ценность это не человек и его права, а каприз тирана, который должен быть исполнен ценой здоровья и жизни неограниченного числа его подданных. После того, как будет проведен этот некротический ритуал в духе древнеегипетских царей, страна перейдет в следующую, еще более суровую фазу, фазу окончательного окукливания. Когда через много десятилетий эту мумию наконец развернут, страшно представить, какое зловоние и какие ужасающие гримасы закостеневшего политического тела мы там увидим. Присоединяйтесь к Ньюсейдер, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии, а при желании можете поддержать наш канал через платформы, указанные в описании к этому видео. С вами был Александр Кушнарь. Берегите себя.